Здравствуйте! Очередной выпуск новостей зарубежной недвижимости от Приан мы начнем в Греции, продолжим в Турции, а затем побываем на двух островах Пхукете и Великобритании. Греческие издания сообщили на неделе о скорых планах правительства увеличить минимальную сумму для участия в программе «Золотая виза» еще в некоторых районах страны. Новость эту можно было бы считать слухом, преследующим цель вызвать ажиотаж, но о планах публично заявил министр экономики Греции, а местная программа и без того самая популярная в Европе. Напомню, что сейчас порог входа в греческую программу минимальный по сравнению с другими схемами получения ВНЖ в Евросоюзе от 250 тысяч евро. Но не везде. С августа прошлого года в некоторых районах Афин, на Миконосе, Санторини купить нужно на полмиллиона плюс. На остальной же, причем большей территории страны, заявителю хватит и половины этой суммы. А там есть вполне популярные халкидики, Крит, Родос, Пирей. И сейчас цены в этих районах растут бойко, бойчее, чем хотелось бы властям Греции. Очевидно, что часть проектов подтягивают как раз к планке под «Золотую визу». Такое практикуется и везде. На Кипре, в Турции это как раз понятно. Может ли эта новость стать руководством к действию? То есть, надо ли спешить, чтобы успеть купить и получить ВНЖ по нынешним ценам? Я не думаю, что эта новость фейк. Полагаю, в ближайшие месяцы еще в некоторых районах действительно поднимут порог входа в программу. Но что уж абсолютно верно. В нынешней обстановке тем, кто реально хочет получить статус в другой стране. Медлить не стоит по-любому. Опыт последних лет показывает, сегодня решить иммиграционный вопрос гораздо проще, чем завтра. И с конкретной греческой новостью это никак не связано. Два слова о Турции. Вновь о многострадальном законе о краткосрочной аренде. Турецкие СМИ сообщили, что его вступление в силу может отложить национальное собрание. Называют даже срок на один год. Правда, никакого официального решения не принято. Так как раз с начала февраля, после завершения переходного периода, закон вроде как должен начать применяться в полном объеме. Очевидно, впрочем, что абсолютное большинство частных домов и квартир в Турции под краткосрочную аренду сейчас легально сдаваться не смогут. Закон безумно сырой. Выполнить его положение как минимум сложно, а то и невозможно. Поэтому я не удивлюсь, если действие реально приостановят. Но еще меньше удивлюсь, если об этом не будут объявлять официально. То есть получится как в январе. Закон вроде как действует, но никакого особого контроля нет. И все об этом знают. В любом случае, следим за новостями из Турции. Если официальный перенос и не случится, собственников это все равно не слишком успокоит. А в нашей новой рубрике о востребованных направлениях и конкретных предложениях мы отправляемся в Таиланд, на остров Пхукет. Поначалу тут покупали, потому что тепло, затем потому что можно заработать, ну а сейчас тут еще можно пожить. Все меняется на Пхукете в том числе. Что стабильно, иностранцев-покупателей тут всегда много. Правда, с 2020-го спрос несколько раз тряхануло, но сейчас, отчасти благодаря открытию Китая, он увеличивается. С ценами на Пхукете в последние годы тоже бывало всякое. Скажем, в конце 22-го, начале 23-го в моменте резко подорожали виллы. Ответом на спрос стало активное возведение престижного и недешевого жилья. Теперь даже местные власти видят в избытке такого предложения некую проблему. А вот рынок кондоминиумов, он, пожалуй, более стабилен. На Пхукете по-прежнему много предложений. По цене около 100 тысяч долларов, ну или евро. Причем после ковидной паузы появляются варианты на стадии строительства. Для инвесторов это, пожалуй, основной продукт. Кто-то больше ценит кондоминиумы в полностью гостиничном формате. Кто-то согласен на проект без туристической лицензии, чтобы при необходимости и самому там можно было жить. Ну а теперь от общего к частному. Район Банктау, жилой комплекс, строительство которого началось в конце прошлого года и должно завершиться в 26-м. Шоурум уже есть, кадры, которые вы видите, как раз оттуда. Цена пока пресейловая – 126 тысяч евро за 52-метровый однокомнатный апартамент. Есть еще более дешевые студии. Такой проект, очевидно, рассчитан и на туристов, и на долгосрочную аренду. Из инфраструктуры – фитнес, коворкинг, ресторан, бассейн, кинотеатр, спа, подземная парковка с автомойкой. Кому интересно, ссылки на конкретные предложения и вообще на все объекты на Пхукете – в описании к этому ролику. И в заключение про инвестиции в Великобританию. 8% годовых на 10 лет, причем сумма гарантированная. Впечатляющие цифры с очередного вебинара «Приан», посвященного Холидей-паркам. Частный инвестор покупает полностью укомплектованный коттедж на территории уже работающего загородного отеля, который находится в популярных у подданных ее величества локации. Туристы приносят доход управляющей компании, а она щедро делится с собственниками. Повторю коммерческие условия. Инвестор выплачивает фиксированные 8% годовых на 10 лет с индексацией на инфляцию каждый год. Выплаты происходят ежеквартально на любой счет, даже российский, хотя проще, конечно, открыть его в зарубежном банке. Доход начинают начислять сразу, без каких-либо задержек. Ключевой вопрос для российских инвесторов – могут ли они инвестировать в такие проекты и как происходит оплата? Ответ на первый вопрос – да. На второй – смотрим фрагмент вебинара. Купить можно двумя способами. Первый – если у вас есть безналичный комплайнс, у вас деньги с точки А в точку Б дошли полностью безналичным путем, а тогда вы покупаете через британских юристов, так же, как любую другую недвижимость. Цена вопроса – 3000 фунтов. Есть вторая схема оплаты. Через дубайское юрлицо девелопера. Здесь затраты на сделку составят примерно 5%, но доходность будет в этом случае начисляться на полную сумму ваших затрат. В данном случае, если ваши деньги выходили в наличные на любом этапе, нет никаких проблем, сделка пройдет. Полностью запись вебинара и контакты компании Intermark Global, представляющие Редпроект, вы найдете в описании к сюжету. Ну, а я на этом прощаюсь. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем мира и безопасности!